В концертном зале волейбольного центра ученики школы района, родители и педагоги по физической культуре все с нетерпением ждут начала церемонии награждения знаками отличия комплекса «Готов к труду и обороне». Для кого-то из ребят это возможность получить несколько дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. Для других – доказать себе и сверстникам, на что они способны. К сдаче нормативов многие из них готовились несколько лет. Теперь, когда все испытания позади, настал самый ответственный и приятный момент – награждение. С каждым годом у нас увеличивается и увеличивается количество участников, количество вариантов, которые звучат и в области, и на федеральном городе. И мы, безусловно, будем создавать все условия, чтобы как можно больше ребят занимались спортом. Я хочу еще раз всем поздравить, кто сегодня получил значки. Это, безусловно, для вас достижение. Анна Полишкина – ученица 10-го класса Савинской школы. Со спортом дружит с самого детства. Плавание, танца, футбол, волейбол, верховая езда – вот лишь малый список ее увлечений. Сегодня Анна получает заслуженный золотой знак отличия. Девушка признается, самое сложное при сдаче нормативов – справиться с волнением. ГТО – это такой этап в жизни человека, когда это не то, что ты сдал нормы и ты считаешь, что ты золотой победитель и так далее. Это чисто вот для себя сделать. То есть ты должен посмотреть, на что ты готов. Также, благодаря нашему правительству, благодаря новым законам, я сейчас могу набрать очень хороший балл при поступлении в ВУЗ, который я хочу. Свою победу Аня посвятила недавно ушедшему из жизни отцу, который всегда поддерживал девочку в спортивных увлечениях. Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней – 5 ступеней для детей и 6 для взрослых. Также он делится на три степени сложности. В зависимости от данного уровня будет определено, какой значок получит претендент – золотой, серебряный или бронзовый. В Одинцовском районе численность жителей, принимающих участие в сдаче норм ГТО, растет с каждым годом. Расширяется и возрастная аудитория спортсменов. В основном это выпускники, так как золотой знак дает определенное количество баллов при поступлении в ВУЗ, поэтому больше всего заинтересованы выпускные классы. Но в этом году я вам хочу сказать, что намного больше и взрослых в том числе, жителей нашего города, принимали участие в фестивалях и в зимнем фестивале, и в летнем. Среди награжденных немало и совсем юных любителей спорта и здорового образа жизни. И хотя не всем удалось завоевать золотые награды, результатами ребята и их наставники довольны. Это мои ученики, пятый класс. Готовились мы с ними ежедневно. На урок физической культуры самые мои спортивные ученики. Любят спорт. Выполнили все нормативы, контрольные упражнения. Сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне» может каждый желающий старше шести лет. Необходимо лишь получить медицинскую справку и предварительно зарегистрироваться на сайте ГТО.ру.